Здравствуйте, меня зовут Сергей Вершков. Я фотограф в нашем географии России. Сегодня мы начнем третью беседу автосъемки дикой природы. С наступлением ночи интересные сюжеты буквально окружают нас. К сожалению, мы часто не догадываемся об этом, но стоит сделать шаг в темноту и перед нами откроется новый мир. Заходом солнца жизнь в дикой природе не останавливается, она переходит в другую фазу. Дневные животные выбирают место, чтобы устроиться на ночле, а ночные выходят на охоту. Самые удачные снимки я получил не глухой ночью, а в короткий промежуток времени перед рассветом и после заката. Сумерки это прекрасное время для ночной съемки. Яркость неба постепенно сравнивается с яркостью объекта съемки и густые краски дают возможность сделать насыщенные снимки по сбалансированном свете. Фокусировка в съемное время суток сложное дело, скорее всего автофокус работать не будет. Чтобы облегчить эту задачу я иногда прикрепляю к камере видеосвет, и тогда куда бы я не направил камеру, поток света будет облегчать фокусировку. Выбор экспозиции – самая сложная задача ночной съемки, но современные камеры настолько умны, что я этой проблемы не замечаю. Единственное, что я делаю, это ввожу отрицательную экспокорицию. Съемка с брекетингом является дополнительной страховкой на случай неверной оценки параметров экспозиции. Четкие ночные снимки – предмет гордости любого фотографа. Я использую штатив, предварительный подъем зеркала и спуск затвора с помощью тросика. И когда событие развращивается быстро, я использую любую опору – камень или дерево. При съемках этого леопарда в Ботсване я применил хитрость. Чтобы поддержать атмосферу заката, я замерил экспозицию по небу. А чтобы выделить главный объект съемки, я направил на леопарда фонарик. Краски получились необычно насыщенными и яркими. Я использую фонарики с регулируемой мощностью. Иногда, если есть возможность, в ход идет несколько источников света. Я давний противник съемки со вспышкой. Она уничтожает ночной сюжет, грубо выдергивая из темноты, забивая своим импульсом. Перед вами последний кадр, который я сделал со вспышкой. Несколько лет назад я утопил ее на Камчатке, а новую так и не купил. А сейчас я не думаю покупать вспышку, потому что у меня есть камера Nikon D4.